Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в офигительнейшую космическую игру, которая называется Observation. В прошлый раз мы с вами вышли в открытый космос, чтобы понять причину наших неудач и обнаружили некую жижу. Теперь нам нужно встретиться с нашей Эммой, дорогой, в ЕА3, если не ошибаюсь. Да, переключиться на сферу, она на нас села. Тогда нам нужно карту, 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 и она сказала в третью нужно. Давайте, занять камеру. Индикаторы люка загорелись. Похоже, соединение с универсалом стабилизировалось. Отличная работа, Сам. А теперь отопри люк, пожалуйста. Окей, иду. Так, я займу место получше, чтобы было лучше видно. X, X, Y. Проходи. А, заблокировано. Вот так. Почему? А, так, посмотреть схему. Она у нас есть. Итак, заблокирован у нас L4, правильно? Открыться. Давай попробуем, значит, L... Если я правильно понимаю, я пока не до конца, если честно, не понимаю, как эта штука, что это означает, все. Вот этот, да? Раз, два. Угу, угу, угу. Ой, сорян, не то я зажал. Так. Разблокирован. Все, проходи. Перелокация. Происходит подключение узла камеры. Окей, открыто. Пойдем. Давай. А, она меня с собой берет. У-у-у. Эй. Элса. Мэй. Стас. Там Стасик был даже. Где все, черт возьми? Они что, в космос повылетали? Не, ну наверняка мы кого-то встретим, ну по-любому. Джим. Джим. Вот кого? Возможно, опять тот шестигранник стремный. Почему двери закрыты? Джош. Джош. Да. Слышишь меня? Мы ничего не видим, блин. Она плохо снимает. Эмма, снимай не себя. Это не влог все-таки. Нет, боже мой. Нет, 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 нет. Кто это? Кто это? О, мой бог. О, мой бог. Это ужасно. Мне так жаль, Стас. Похоже, нехватка кислорода. Наверное, произошла разгет... Да, разгерметизация. Прости, дружище, черт, мне так жаль. Блин. Да, мы все-таки нашли кого-то, я был прав. Только я думал, что это будет живой кто-то. Камера универсала снова в сети, поэтому приглядывай за обстановкой, пока работаешь. Ага. А где мы находимся в данный момент? Вот здесь. Эй, здесь кто-нибудь есть? Мэй, это Эмма. Ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Эмма, боже мой, Эмма, я застряла в Шэньчжоу. Где ты? Мы только что добрались до центра. Мэй, это кто? Я и сам. Я не знаю, где остальные, кроме... Кроме Стаса. Он мертв, Мэй. Бог мой, как? Похоже, центр был разгерметизирован. Сейчас вроде все в порядке, но на нем был костюм. Но кислород закончился. Что насчет Джима? Джош? Эйлса? Пока ничего неизвестно. Сам разбирается с оповещениями станции, пока я пытаюсь перезапустить систему датчиков. Питание полностью вырубило. Блин, я не успеваю читать. Окей, я хочу помочь, но в китайском крыле я не могу выбраться. С Юни-03 что-то не так. Все наглухо заперто. Сейчас я попрошу сам этим заняться. Сам. Проверь оповещение станции. В первую очередь, если получится. Оповещение станции активное, господи. Просто из-за того, что они быстро говорить начинают, я боюсь не успеть зачитать вам субтитры и начинаю торопиться, и в итоге сам ошибаюсь. Ничего страшного. Собственно, сейчас нам нужно посмотреть оповещение станции. Давайте. Активное оповещение. Высокий приоритет. Требуется вмешательство. Ну-ка. Мы можем что-то сказать ей на этот счет? Ответить. Обнаружены сбои в работе системы охлаждения. Рекомендуется изучение ошибок. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Сам взгляни на сетевой узел. Ноутбук и... Давайте посмотрим, что тут есть. XYB. Удерживать. Хорошо. Схема Люка Юни. Техническая диаграмма схематического расположения Люка Юниверсал. Не понимаю, как читать. Универсал, Юниверсал или Юниверсал. Позволяет пользователю вручную вводить команды для оборудования в случае неполадок или тестирования. Л1 Люк Юни открыт. Юни закрыт. Хорошо. У нас есть теперь системные схемы. Это хорошо. Сообщение для экипажа. Привет, ребята. Я знаю, что некоторых из вас завалили запросами от Хьюстона. Да я тоже хорош. Чего уж. И всю прошлую неделю мы мешались у вас под ногами. Я хотел сказать, что ваши просьбы были услышаны. Особенно Джоша. Его сложно было не услышать. Понимаю, ситуация вас раздражает. Но это скоро закончится. Скоро все наладится. Будет идти по плану. Очень скоро. Серьезно. Просто доверьтесь мне. Когда мы доберемся до другой стороны, я вам обо всем расскажу. Может быть. О чем это он говорит? Протокол дешифровки. Ага. Все переговоры между наблюдателем и центром управления полетами записываются, шифруются и копируются. В случае поломки или невозможности установить связь с объектом, например, с шаттлом, чье оборудование неисправно, используйте данный код для реконфигурации. На каждом объекте находится точно такой же ключ. Таким образом, коммуникация между станцией и ЦУП будет возможна даже с неисправным оборудованием. Окей, спасибо. Инфа получена. Теперь вот здесь. Системное жизнеобеспечение. Восстанавливаемся. Сидидидиди. Сидидиди. Устадобли, да? В доступе отказано. Нееет. Я, если честно, немного не шарю, блин, где в кораблях космических сетевые узлы находятся. На карте нету сетевых узлов. В этой комнате его нету. Починить систему охлаждения в Юнит-03. Я вот только не понимаю. Какого хрена она говорит сетевой узел? Посмотри. А мне говорят, починить систему охлаждения в Юнит-03. Я не совсем врубаюсь в эти термины. И, может быть, они означают одно и то же, конечно, для очень умных людей. Но я не шарю. Значит, сетевой узел. Мы вообще где с вами находимся? Это Ю-1. Значит, нам нужно Ю-ни-03. Ю-ни-03. Хорошо, поперли. Сам, я тебя слышу. Дверь заперта и, кажется, заблокирована. Что-то с давлением? Вот, нам нужно просто сюда. Сволочь, говори просто. В Ю-ни-03 иди. Это очень сложно для меня. Понимаешь? Сложно. Система охлаждения. Давайте составим. Ой, ой. И не смотри на меня так. Ты, не выпендривайся. Ты бы сам не сразу понял. Если, конечно, бы не нажал вот эту кнопку. А я пытаюсь слушать, что мне говорят. И говорят мне совсем другое. Понимаешь? Ну, мы сделали дальше. Схема. Ди-ди-ди-ди схемы. Нам нужно дойти схемы. Срочно. Ну-ка. Зум. Это сенсор системы. А-би-а. А-ба. Такая группа есть. Система есть. Соединены. Теперь сенсор недоступен сейчас. Давайте попробуем. Вот. Еще какая-то есть штука интересная. YYA. Системы соединены, но также у нас нету самой схемы. Не беда. Мы ее сейчас найдем. Комп сел. Беда. Это беда. Это беда. Запуск через системные соединения. Включить. Есть. Итак, вот она, собственно, и... Эй, сам. Сообщение для Эмы. Привет, это я. Отличные новости. Джим наконец перевел меня с тестов реактора Мэнша. Говорит, что Хьюстон хочет переключить AR в режим ожидания к завтрашнему дню. В общем, у нас тут вырисовывается неожиданное окно между сменами. И мы оба в кои-то веки будем на ногах. Поэтому тут открылся новый ресторан. Называется ЕС-12. Еда ужасная, конечно, но вид оттуда просто отличный. Увидимся там в 0100. Я бы предложил провести время в твоей каюте, но там чуть-чуть тесновато. А мадемуазель, которая спит напротив, явно чем-то недовольна. До скорого М. Конец сообщения. Спасибо, сам. Так, понятно. У них тут любовь. А вот и, собственно, схема. Черт возьми, а. Ну мы-то их запомнили. Окей, хорошо. Давайте попробуем начать с этой. Так, схема. Удерживать. Посмотреть схему. Ну, как это не найдено? Я же нашел. Я же нашел схему. А почему он отключился? Блин. Включить. Все. Жопа. А это что такое? Документ. А, схемы. Вот, теперь мы полностью восстановили всю цепочку, да? Они ведь совместятся у нас? Стоп. Да твою мать. А, комбинировали файлов в ядре. Пойдемте в ядро. Вот у нас, да. Нам нужно зафиксировать и объединить. Комбинировать данные. X. Объединить. С тобой. И это что? Схема системы охлаждения. Протокол дешифровки. Да, схема. Есть. Мы соединили. Правильно? Правильно. Назад. А еще у нас, кстати, это не все. У нас же вот еще есть что-то. Это G. Всем уже почти. А это свидание. А, это просто очередные сообщения. Хорошо. Тут, в принципе, все. А мы можем вот эти объединить, допустим, соединить. Схема люка Юния. Мы не можем соединить. Хорошо. Тогда выходим отсюда. Все. Наконец-таки мы можем это починить. Камера очень медленная. Отлично. Ой, господи Иисусе. Итак, нам нужна конфигурация 1, 2, значит, модуль Юния 03. Обнаружена техдиаграмма для системы охлаждения. Да. В общем, есть 4 адаптера. И у них, каждому своя конфигурация требуется. Допустим, да? Я правильно понимаю? 531, 186. Как понять, какой этот? Это же адаптер, нет? 726. Хорошо. 726. К нему нужна конфигурация 3. Вот, мы разобрались. Хорошо. Конфигурация 3. Ага. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Лесенкой. Понятненько. Попробуем. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. А, блин. Что это по новому, да? Ой, блин, господи. 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2. Хуни, правильно. 2 вверх. Влево, вверх. Влево, вверх, влево. 1, 2. Влево, вверх, влево. Вверх, влево. Ааа. Стопэ. Там стрелочка нарисована. Все, я помню. Я не в ту сторону шел. Значит, 1, 2. Влево, вверх, влево, вверх, влево. И идем отсюда. Так, 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 так. Есть. система включена это это я молодец это да я здорово придумал этот 186 давайте начнем устанавливать им связь да отлично давай схема покажись мне для 186 правильно до 186 забыл за памятовал я адаптер 186 к нему нужна вторая конфигурация конфигурация 2 мы видим значит левый верхний около 1 2 3 4 и 1 правой 1 1 1 1 1 2 3 4 я вижу мигающий гонек система снова проверяется продолжай чтобы ты там не делал о этом делаю много всего я очень хороший мальчик я очень хорошо стараюсь где-то тут был еще один такой вот он и у него его номер из 490 конфигурация 4 что вообще все перечеркнули и ничего не понятно а и живот рядом короче понятно раз-два-три-четыре раз-два и пошли раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять есть включена это же еще не все да насколько я понял должна быть еще одна еще одна где-то здесь а я не пойму где это фигня погодите а это что такое я смотрел на это да я смотрел на эту нет не смотрел уа и xx системы соединены отлично а вот и всего тут три оказывается давайте старт узел системы значит запустите каждый узел и подтвердите тогда запустить управление центр узлами и подтвердите хорошо как нам запустить каждый узел только так узел системы охлаждения запуск активирован старт узел системы охлаждения следующий запуск прикольно что здесь надо догадываться как именно всю эту историю всей эту историю управлять правление то есть как будто бы мы искусственный интеллект из которого вы вырезали вообще всю память о том как чё делать надо управление центральными узелами узел системы охлаждения короче запустить почему не запускается стоп ой не то нажал назад запустить ну все уж поздно а система охлаждения активирована отлично работа сам это откроет нам и другим членам экипажа доступ к модулям универсала 3 и 4 а еще мы сможем попасть в крыло шэньчжоу к нашей подруге все еще заперто блокировка не снята тут что-то про контактные точки м эма у нас была та же проблема в крыле я судя по всему у нас прилично тряхануло во время перемещения к сатурну погоди чего сатурн да извини что раньше не сказала сам говорит что это якобы он нас сюда привел и увы это все что мне известно твою ж сатурн то есть черт я даже не знаю с чего начать так я сейчас выду наружу и попробую все починить у меня есть мой костюм и достаточно кислорода мэй будь осторожна все будет хорошо не беспокойся нам не показали ее лицо она умрет хорошо китайский квартал давайте зайдем сюда и поможем ей xbx хорошо кстати вот задание разобраться с оповещениями повышенной важности оповещение станции а вот еще соединение между системой самоса было выведено из строя выведено мне нужно включить эти сенсоры включи их будушкой а я пока тут попробую починить сенсор системы в датчик сотрудника в юне 01 простите но здесь мне не до вас сейчас значит юне 01 сумка с припасами так соединяемся ах 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 хорошо соединяемся а тут то у нас активировать тест сенсора ну давай ну давай картинки не подгрузились к сожалению не работает активируйте интерфейс управления так хорошо настроить сенсор деактивирован как нам его настраивать а вот хорошо настраиваем ура активировать ключ преобразования тест ну давайте короче тест что я должен с этим сделать ой ключ преобразования значит оранжевые в зеленые да или что да да все хорошо интересная механика все в виде игры я люблю игры я очень игривый сенсор один активен и собирает информацию отлично работа не стоит благодарности Эба всегда пожалуйста включить дальше юни 3 юни 3 юни 3 а я тут был вот он эта тварь в принципе тут все то же самое опять же никаких картинок не подгружается что довольно таки скучно есть калибруем начать тест все розовые на зеленые а фиолетовые точнее я дальтоник я искусственный дальтоник сенсор 2 тоже включился еще чуть-чуть и дальше 06 дед проблем 06 так 06 и он находится где а вот юни 6 воу здесь все красненькое это чертовски нервирует меня это что проявочное тут проявочное да угу комп комп что не подключен но мы сейчас его активируем приблизьте ваи биби получилось а че не нажал включить что ли а включить джим сам пожалуйста подтверждаю я наконец-то закончил циклом тестов на air знаю знаю джим я задал бал но он работает уже не первую неделю а эти дурацкие проверки сожрали кучу моего времени я должен был заниматься тестами для менша в это время наверху буду рвать и метать в чем у хьюстона проблемы с моими результатами не понимаю зачем они их по 10 раз перепроверяют ладно плевать air в режиме ожидания готов к свершениям конец сообщения окей это все интересно реально интересно прикольно что это здесь сенсор значит айб мне кажется раз они делают три вот этих вот сенсора можно было чтобы каждый раз что-то менялось и я не про цвет сейчас квадратиков а что-нибудь маленькое маленький пальчик в попку чтобы а здесь не так а здесь не так хорошо тут тоже меняем фиолетовые все интеллект в действии вот все включили я почти закончила все благодаря тебе и сатурн тоже благодаря мне ты забыла сказать про это система датчиков сотрудника активно где остальные сам мониторинг членов экипажа удерживайте р3 чтобы узнать подробнее найти экипаж найти экипаж мы здесь были это будет долгий поиск так как мне придется шарить в ноутбуках эй вай вай видите пин ооо да вы офигели пин моя не знать моя вовсе не знать опа это что такое удерживает документ а будет пин интересно исследование важных точек на наблюдателя доктор эйлс янг находится на борту передовой низкоорбитальной космической станции НКС и руководит всемирно финансируемой программой исследования глобального потепления для китайского центра контроля климата работа молодого ЦКК впервые развернется в космосе благодаря Янг 27 всего 3 недели назад к стыковочному кольцу универсал присоединился и Шэньчжоу 12 а во вчерашнем заявлении было открыто подтверждено что китайская команда станет часть экипажа наблюдателя находящийся под руководством КНК китайского национального космического агентства ЦКК который полностью взял на себя все расходы этой миссии стал самой обсуждаемой организацией как в научных так и в политических кругах несмотря на старания всего мирового сообщества ранее предсказанное учеными повышение температуры на 2 градуса по Цельсию произошло на годы раньше запланированного срока исследование доктора Янг по искусственному управлению погодой ее концепцией терроформирования сделали ее первым кандидатом в члены этой программы отсюда можно увидеть постоянно меняющиеся изображения нашей земли это неповторимый вид а возможность проводить исследования с этой точки шанс который нельзя упустить я считаю что благодаря оснащению этой станции и огромным вычислительным мощностям сам я мы очень скоро сможем разработать наиболее успешный способ приостановить климатические изменения по всему миру говорит Янг я думаю что мы сможем изменить ситуацию крутой взлет ученый биолог Кейлс Янг 27 завершил свое исследование которое знаменует изменение представления о климате для всего человечества подтверждение исследователь отмечает катастрофические изменения в горных хребтах Атлас Южная Африка структура и позиция каменных гряд претерпела серьезная метаморфоза а температурные скачки негативно сказались на состоянии флоры и фауны Окей Здесь нету экипажа ноутбуки к сожалению вырублены И нету пин-кода Это удручает меня искусственным образом Следующий Давайте прям по порядку будем искать Может быть вот здесь Или мы здесь уже смотрели А что-то я не помню Тут точно никого нет Ноутбук он он выключен Ладненько Юни 4 только что были Юни 5 Сфера Я был в такой Я был Ноут А что я не могу прочитать Но что-то могу Только что здесь модуль удаленного управления питанием сейчас недоступна Тут все в дерьмо О, посмотрите Рукописный документ Записи об экспериментах со сферами Мы провели всего 14 тестов сфер Прогнали их по стандартным сетевым маршрутам сам на станции Все 14 прошли успешно Каждая сфера достигала цели с отклонением в 5 мм на каждой оси Впечатляюще Даже для сам Эй Позвольте Но вот связать сеть маршрутизации и ориентирования в пространстве оказалось довольно сложно Без прямого пилотирования сферы не воспринимают средние по размеру объекты Без столкновений не обошлось Эти алгоритмы не принимают в расчет возможное повреждение сфер Поэтому они методично идут к цели Требуется поработать над точностью и пространственным ориентированием И самодиагностика не помешает Наконец-то система усиления работает как надо Мы проверяли ее только через удаленный контроль Без сам Не думаю что это станет проблемой Система будет использоваться только снаружи и только с ручным управлением Прикольно А вот получается мы вышли без ручного управления Это был риск Собственно здесь так же ничего нету Ничегошеньки Идем дальше Юни 6 В целом мы-то здесь были уже да поэтому вот здесь пойдем А нифига Ютс 2 Вот здесь не активировано нифига к сожалению Все-таки я не понимаю почему меня вот сюда прям Стоп Так ну это мы соединим пары на всякий случай YAA Еще раз быренько быренько прошвырнемся Ничего не найдем и забьем Юни 2 Как будто труп лежит здесь да Смотрите это компьютер Надо бы разобраться с ним YAB Включить Сообщение для Джима Слушай насчет этих вращений Каждый день вот уже 2 недели мы крутим станцию туда-сюда Я получаю изображение с координат которые ты мне выслал Память Сэм скоро будет переполнена фотографиями на которых ничего нет Да и Элса слишком тактична чтобы сказать прямо но ее немного бесит то что мы крутимся мешает ее исследованию ей телескоп нужен не меньше твоего или нет я не знаю там ничего нет Джим что мы черт возьми ищем что происходит Джим ты попросил меня присоединиться к экипажу но ты знал же что моя квалификация для такой работы не нужна что ты не договариваешь что я ищу с нетерпением жду ответа конец сообщения блин это интересно они тут все не знают что на самом деле дело это какой-то супер секретный эксперимент что это фотография Мэй Морган рядом с Джимом Элиасом во время ее первого выхода в космос ее фотки нету точнее ее лица не видно я думаю в самый раз сделать паузу и продолжить следующей серии огромное всем спасибо что смотрели я очень надеюсь что вам понравилось это видео если понравилось то буду рад вашему лайку буду рад вашему комментарию пишите вообще все что вы думаете по этому поводу на космическую тему пишите всякие интересные мысли что вы думаете о космосе потому что я люблю болтать о космосе это моя любимая тема наверное в общем буду рад видеть вас в комментариях также буду рад видеть вас в своих соцсетях все ссылки будут на них в описании с вами был Юджин люблю вас всех и конечно же пять напоследок если вы готовы вы готовы раз два три и пять и и Продолжение следует...